Дружба Кабуль Валя Афганский торговец, путешествующий в Индию и увековеченный Робин Дранатом Тагором – невыдумка. Это реальный человек, живущий в умах и в сердцах индийцев. Он – символ многовековой дружбы, которая выдержала проверку временем. Кабуль Валя Кабуль Валя Кабуль Валя, о, Кабуль Валя Шинон, как это, Шинон? А, 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 бачка, мера, а, бачка. Кабуль Валя, как вы думаете? Афганистан и Индия верят друг другу и сотрудничают друг с другом с начала времен. Постоянные обмены, связи на уровне простых людей являются основой этих взаимовыгодных, устойчивых отношений во все времена. Эта история началась с прихода ариев из Центральной Азии. Два центра арийской цивилизации возникли практически одновременно. Арияна в Афганистане и Ариявард в Индии. Древняя земля на западе от Инда упоминается в самом раннем индийском трактате, в Ригведе. Считается, что язык Панини, прародитель санскрита, пришел именно оттуда. Древний город Гандар, он же Кандагар, упоминается в старейшей индийской эпопее, в Махабхарате. Из Индии в Афганистан пришел буддизм. Он вдохновил школу искусств Гандара, Кандагара, на создание всемирно известных статуй. Индия и Афганистан стали неотъемлемой частью империи кушанов под властью Канишка во втором веке нашей эры. В раннем Средневековье несколько афганских династий, таких как Газни, Гори, Лоди, Келджи и, наконец, Великие Моголы, пришли на субконтиненты из Хоросана, что на территории современного Афганистана. Они пришли для того, чтобы завоевать Индию, но они стали ее частью. Тезарат, торговля с Индией, всегда была важнейшим элементом этих старинных взаимоотношений. Шер Шахсури, афганец, родившийся в Сасараме на востоке Индии в штате Бихар, мечтал соединить сердце Индии с Кабулом. Он стал архитектором Шахи Сара, которую англичане переименовали в Большую Колесную Дорогу. Торговая артерия, соединявшая Кабул с Калькуттой, дорога, которую Киплинг описал как величайшую реку жизни. Эта река жизни дала начало новому стилю жизни, новой религии, новому архитектурному стилю, новому искусству, музыке, дала начало новому языку. Амир Хусру, которого считают отцом современной индийской лингвы франка, был афганского происхождения. Суфии, традиции Чиштия, были даром Афганистана, духовной и культурной традиции Индии. Многие из этих обычаев сохранились и в Индии, и в Афганистане, и по сей день. В Рампуре, где и по сей день живут афганские патаны, местная культура во многом отражает афганский образ жизни. Продолжение следует отцом, как залезть в Россию. Станет в 1704. Мы, в общем, реактору, родные в Афганском. И наши таки родители были предыдущие, как από тандартам и Кандахар, в Афганстан. В первую сторону, авганизм культура в Индии в Афгане, в Афганске, в афгане. В то, это районе, в Афгане. Потому что, люди родят в Афганске, не только ручные фамилии, но и все еще другие, 這些 фамилия, и они были коммунцы. In fact, those Rohila sardars, who died in the battle… …Hallahs in Rampur, they are all named after them. Rohila's are basically fighter, Rampuri Chaku, I think. They originated from that part of the Afghani culture. Then the diet, the food that is eaten here, it's mainly a lot of meat, you know, a lot of red meat. И конечно, мы в Кавале, которые мы вязали, я надеюсь, что в Кавале, конечно, все знают, что в Кавале, которые мы вязали. В Кавале, это называется Чарбет, это вообще фигурное афганическое импровизирование. Они используются много слова пашто. Мы очень рады в Индии. Мы живы с друзьями и любовью. На протяжении веков патаны из Афганистана селились во многих уголках Индии. Они гордятся своим афганским происхождением и индийской идентичностью. По мере того, как в Индии крепла борьба за независимость, Ганди пограничья, хан Абдул-Гафар Хан, олицетворял собой дух ненасилия. В разгар борьбы Индии против колониального гнета Кабул принимал у себя выдающегося индийского лидера Сухаша Чандрабоза. 1947 год. Индия обретает независимость. Давние отношения двух соседей стремятся к новым высотам. Рождается великая взаимосвязь, основанная на свободном выборе. Задуманные Джавахарлалом Неру пять принципов мирного сосуществования и движения неприсоединения были дополнены полной поддержкой Индиры Ганди для афганского народа. По мере развития этих отношений, все больше людей из Афганистана вносили свою лепту в разностороннее индийское самосознание. САРЗМИНА ХИНДОСТАН АССАЛАМ ВАЛЕКУМ Добросердечный афганец стал любимым персонажем вездесущих волевудских фильмов, и неизменно хорошо принимался зрителям. САРЗМИНА ХИНДОСТАН Последние десятилетия 20 века были сложными для Афганистана. Как старый добрый друг, Индия всегда приходила на выручку народу Афганистана в самые сложные времена. В те смутные времена афганцы рассматривали Индию как дом вдали от дома, как безопасное место, где их ждут, где о них заботятся, где они могут быть в безопасности. Исторические связи, глубокое взаимопонимание, Общность, культура и возможность получить свободное образование, не отрываясь от своих корней, являются ключом к этому глубокому взаимному доверию. САРЗМИНА ХИНДОСТАН САРЗМИНА ХИНДОСТАН Теракты 11 сентября 2001 года потрясли мир и открыли новую эру в Афганистане. Новую эру нестабильности, в конце которой возникли новые перспективы реконструкции этой разрушенной войной страны. Будь то технология, тренинги, восстановление, ресурсы, повсюду Индия показывала свою приверженность возрождению Афганистана. Тысячи афганцев решили переехать в Индию, чтобы залечить свои раны. Тысячи афганистан, когда я был в Индии, я пришел в Индии, потому что это хорошо, и я стал в Индии, чтобы я провел в Афганистане. Я пришел в Индии, и я пришел в Индии. Я пришел в Индии. Учебные, которые очень дорогие, и учитывая очень развивающие доктора, и учитывая очень развивающие машины, и учитывая очень развивающие устройства. Я надеюсь, что в этом холсте учитывание будет сделано. Так что снова мы вернемся в Афганистане. Мы очень счастливы. Студенты, журналисты, военные, врачи, предприниматели, художники, парламентарии, дипломаты, профессионалы. Все они решили приехать в Индию, чтобы обрести навыки, необходимые для восстановления, позаимствовать индийский опыт, воспользоваться ее инфраструктурой и пройти подготовку. Когда эта идея пришла, чтобы проводить тренинг abroad, мы думали о Индии, где мы ожидали, получить высокую качественную тренинг. Программа была очень эффективной. Афганская молодежь, подталкиваемая гуманитарной трагедией в своей стране, едет в Индию для прохождения курсов. Я Халима Басири, из Афганистана. Я 2-й год в Лейди Хардинг Медицинского колледжа. Я ученщик из ИССР. Я выбрала медицинский, потому что я хотела стать доктором, чтобы служить моим людям. Индия производит лучших докторов в мире. Поэтому я выбрала Индию, и это близко к моему стране. Индийское и афганское правительства объединили усилия для открытия курсов для тысяч афганских студентов. Мы требуем обучение в Афганстане, не только в инженерии или медицинских студентов, но также требуемся другие курсы, другие дегреты. Моя мечта была приезжать в Индии, и учиться здесь, и вернуться в Афганстане, потому что Афганстане нужны нас. Я получил возможность учиться в Индии, на Университете. И вот после меня, я получил работу в Афганстане, в Афганстане Афганстане. После того, как я закончил свои ученики, я вернусь в мою страну. Потому что мою страну очень-очень в нужной. И я благодарен Индии, потому что я уничтожил в Индии. Негосударственный сектор также принял активное участие в повышении квалификаций и развитии инфраструктуры. Лучшие индийские отраслевые институты активно включились в работу по восстановлению навыков, утраченных во время войны, по созданию новых возможностей для афганских компаний. Я могу показать несколько, как транспорт, телекоммуникации, агропродукты, технические. Они всегда были предоставлены от афганских компаний. Это не только что, но и очень высокая demandа от афганских компаний, чтобы быть частью некоторых возможностей в Индии. Индийские инвесторы не могли только смотреться к инвестору, но есть возможности взаимодействия, и в некоторых местах может быть частью учебных испытаний от афганских бизнесменов. Я думаю, что есть много международных взаимодействий, которые могут происходить между двумя странами. Традиционная торговля, соединяющая две нации, начала восстанавливаться благодаря новым возможностям, которые дает афганским бизнесменам индийский рынок. Индийская международная торговая ярмарка 2009 год, Нью-Дели. Участие афганских предпринимателей и внимание, которое им уделяют индийцы, говорят сами за себя. В работе афганского павильона участвует много предпринимателей женщин. Афганских сестер вдохновила роль женщины в индийском обществе. Афганских сестер вдохновляет современное развитие женщин. Индия приветствует Афганистан на международной арене. Важным этапом стало присоединение Афганистана к СААРК, Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества. Полная гордости со своё культурное многообразие, терпимость, стойкий дух Индия ответственно ведёт себя на мировой арене. Индия – это река жизни. Она принимает всех, кто пришёл к её берегам. Она ставит их на ноги и от этого сама становится богаче. Мы приехали из Афганистана. И это КАМО-3! 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 Мы пригласили в фестиваль Саудейский фестиваль. Мы приехали и играли в Дели. Это было очень интересное и очень хорошие испытания. Люди любили нашу музыку. Они были очень интересны. Мы тоже были очень интересны. Живущие в Индии афганцы. Крепят старинную дружбу. Они также ценят теплый прием доброго соседа. Я могу общаться с моими индианами. Все индивидуальные друзья. Мы очень любим их. Индия мне очень нравится. Парна очень нравится. Более того, Индия для них является домом вдали от дома. Индия feels like home. Я приехал в 2006 для изучения. И я влюбился с Индия. Потому что это напоминает мою страну. Я посетил много местных мест в Индии. Номер после афганцев. Они приехали в 1,000 лет назад. Я осознавал, как далеко от этого страны. Я осознавал, как далеко от этого страны. Многие афганцы приходили так много лет назад. И они стоят здесь в Индии. Я могли видеть их импланты во всех местах. Афган, Индия, дождь, 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 дождь! Афган, Индия, дождь, 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 дождь. Афган, Индия, дождь, 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 дождь. Афган, Индия, дождь, 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 дождь. Афган, Индия, дождь, 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 дождь. Афган, Индия, дождь, 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 дождь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Кабулевала, афганский торговец, путешествующий в Индию и увековеченный Нобелевским лауреатом Робиндранатом Тагором, живет в сердцах индийцев. Субтитры подогнал «Симон» Афганистан и Индия доверяли друг другу и сотрудничали друг с другом испокон веков. Эта история начинается с прихода Арии из Центральной Арии. Два центра арийской цивилизации возникли практически одновременно. Ариана на территории современного Афганистана и Арииавард или Индия. Древняя земля на западе от Инда упоминается в самом раннем индийском трактате в Ригведе. Считается, что язык Панине, прародитель санскрита, пришел именно оттуда. Древний город Гандар, он же Кандагар, упоминается в старейшем индийском эпосе Махабхарате. Буддизм пришел в Афганистан из Индии и породил знаменитые памятники. Асуфи и традиции Чиштия из Афганистана внесли свой вклад в индийские духовные и культурные традиции. В раннее средневековье несколько афганских династий пришли на субкантинетки. Они пришли для того, чтобы завоевать Индию, но стали частью индийской правящей элиты. Шер Шах Сури, афганец, родившийся в Сасараме на востоке Индии в штате Бехар, мечтал соединить индийскую глубинку с Кабулом. Он стал архитектором великой дороги. Дороги, которую Киплинг описал как величайшую реку жизни всех времен. Эта река жизни породила новый образ жизни, новую религию, новый архитектурный стиль, новое искусство, музыку. Породила новый язык. Многие из этих обычаев и традиций живут в Индии и Афганистане и по сей день. В Рамптуре, где и сегодня живут достаточно много афганских патанов, сильно ощущается влияние афганского образа жизни. Это все началось в 1704. Мы, в основном, Рохила патханцы. И наши ансистерсы были кредиты из Кандахар, в Афганстане. На протяжении веков патаны из Афганистана селились в различных частях Индии. Они гордятся своим афганским происхождением и своей индийской идентичностью. По мере того, как борьба за независимость набирала обороты в Индии, Пограничный Ганди Хан Абдулгафар Хан отлицетворял дух ненасилия, а Кабул принимал у себя знаменитого индийского лидера Супаша Чандру Боза. 1947 год. Индия обретает независимость. Традиционные взаимоотношения между двумя соседями стремятся к новым высотам. По мере укрепления этой дружбы все больше людей афганского происхождения вносят свою лепту в разностороннее самосознание независимой Индии. Царзамина Индустан! Ассаламу алейкум! Последние десятилетия двадцатого века стали трудными для Афганистана. В те смутные времена афганцы рассматривали Индию как дом вдали от дома. Многолетние связи, глубокое взаимопонимание, общность культур и возможность получать образование не отрываясь от своих корней, обеспечили взаимное доверие. Музыка Тысячи афганцев приезжают в Индию, чтобы излечить здесь свои раны. Музыка 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 Участие афганских предпринимателей и внимание, которое им уделяют индийцы, говорят сами за себя. Дели приветствует участие Афганистана в мировой политике. Это участие обогащает Индию. Это участие Афганистана в мировой политике. Афганистан и Индия. Два храбрых народа, две древние культуры, два соседа, которые всегда доверяли друг другу и поддерживали друг друга. Это история многовековой дружбы, которая выдержала проверку временем. Это взаимопыгодное сотрудничество. И сегодня стремится к новым горизонтам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА